всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рай мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так давайте мы посмотрим где я сейчас нахожусь в лиге самураев 3 звезды ясен перец что ранг у нас 90 а по-другому здесь и быть не могло потому что ребята у нас постоянно скидывают и никогда нам не дадут остаться облеги сегонов ну просто не дают и все ну что давай попробуем своими силенками не будем сейчас применять грубую силу к ним попробуем практически на равных 56 уровень против 44 это ребят поверьте мне нормально нормальная разница и сейчас мы посмотрим что у нас вообще из этого получится так мне нужно блин не значит нужно мне нужно убрать отсюда я и прил это в первую очередь есть но я думаю не надо объяснять зачем я убирал потому что она восстановить могла здоровье черепашкам а мне это не нужно уничтожаем с тобой ваньку так этот уходит в инвиз ну лучше пускай в инвиз уходит друзья мои а этот а этот делает массовую атаку сюриками но так как у него атака слабо ничего нам особого здесь не сделал а вот мы мы прописали им по первое число ну что ж двигаемся дальше так с 90 позиции мы перемещаемся на 61 грубо говоря мы с тобой перелетели сейчас 30 ступенек это кстати очень даже неплохо ну что я возьму здесь донателло раз два три четыре мне кажется донателло здесь и один справится просто сделает один залп с сюрикенами и эти оболтусы все упадут давай смотреть вот об этом я тебе и говорил ну что ж мы двигаемся дальше и смотрим на какую позицию мы перейдем должна быть 30 по идее ли 32 но все равно ребята около того да и ищем опять же 14 19 15 19 ага слушай ну такой расклад меня тоже устраивает берем поэтому языка язык будет выступать вот с этими ребятами они 56 уровня противник 48 то есть на 8 уровней мы сильнее но у нас зэк да у нас зэк бомбическая сила называется давайте сделаем торнадо круто сегодня читал комментарии пишут рэй как тебе не надоело играть в черепашки ниндзя легенды друзей мои нисколько меня это не напрягает если честно если бы меня что-то напрягало поверь мне я бы уже давным давно бы не играл есть игры которые не цепляют и таких кстати очень много на в которых мы как бы начинаем одну две серии и быстренько про нее забываем черепашки да несмотря на то что ребята пять лет играем и несмотря на то что здесь ничего нового нам не приносят не обновляют у меня все таки есть как тебе сказать у меня есть планы на нее планы я думаю что все уже давно давно знают я хочу прокачать здесь всех черепашек и все скиллы своими силами без доната друзья мои без доната я хочу посмотреть сколько уйдет у меня на это времени пять лет уже ушло но пять лет это образно мы говорим потому что если бы я сидел бы каждый день в этой игре в течение пяти лет я бы да я бы мог сказать что пять лет я ушатал на эту игру но нет мы играем особенно в последнее время не так интенсивно то есть не каждый день бывает даже когда я работаю мы пропускаем по два по три дня но тем не менее играем то есть про нее мы не забываем и и вот хочу я просто ребята для себя посмотреть сколько же уйдет у нас на все это времени знаешь вот есть люди которые ставят для себя какую-то определенную цель ну в жизни а я скажу что у меня есть определенная цель именно для этой игры просто очень интересно посмотреть сколько же у меня еще хватит сил чтобы ее полностью ребята полностью пройти конечно было бы лучше если бы здесь добавили каких-то новых персонажей новые какие-нибудь соревнования но видишь там что-то с правами было связано в общем да и мультсериал насколько я помню тоже там давно кончился и в принципе вот все из-за этого так морозилка не надо только делать хельного на я такс ну вот это уже конечно мне не нравится абсолютно ребят не нравится сплинтер бафает я правда не знаю как там поможет баф этот морозилка успокойся она берет ребята ускорение делает а мне кажется это не поможет ей давай вот так вот люком о чем и речь это бесполезные были понты ну и как видишь понты эти не прокатили ну а мы с собой двигаемся на 42 позицию кстати здесь мы уже с тобой проскочили не 30 а ребята 20 ступенек как факт то есть 20 ступенек это получается мы с тобой поднялись на ранг выше и уже сразу 10 кубков теряем автоматически хорошо но по идее но так ребята и происходит но по моему когда мы с тобой доходим до лиги сегунов слушая до лиги сегунов мы когда доходим у нас действительно по моему за каждый бой всего лишь идет 5 6 кубков там десятка вряд ли выползает у нас так что скорее сюда это логично и как бы ну правильно все расставлено так давай-ка я туда им брошу свои гранаты а если вот так вот отлично так упал и леонардо тоже ребята падает прекрасно ну что же давай тогда двигаться дальше и мы с тобой перемещаемся на 20 место то есть получается что лига сегунов будет после по идее должна быть после этого поединка и я здесь возьму одного арфаэля и с ним пойдет у нас монда гека лео майки и еще один майки чем ребята хорош монда гека сейчас я вам объясню вот у нас в команде да например нету хороших саппортов монда гека у нас хилом не блещет но у нас блещет чем ребята он блещет у нас во-первых ускорением монда переворачивает скейт играет в образе воображаемой гитары увеличивая скорость на 60 процентов течение двух ходов неплохо второе ребята он может вызвать оглушение на один ход 20 но я тебе скажу по моему это не прокачано еще по полной программе плюс у него есть массовая атака ну и обычный удар то есть монда гека он такой знаешь баффер универсал можно его так назвать то есть чего то есть мы как бы с тобой можем и ускорить команду плюс нанести массовую атаку плюс застанет какого-нибудь из противника правда шанс не очень большой но тем не менее есть но проблема у него в другом ребята у всех вот этих бафферов саппортов у них очень мало здоровья то есть что возьми пита что возьми кирби что возьми я не знаю там в общем всех бафферов хоть возьми эйприл они ребята слишком ватные то есть если ты берешь в команду хилла ты обязательно должен позаботиться о том чтобы этот хилл выжил для этого тебе понадобится кто естественно таунт таунт этот танк провокатор который будет брать на себя весь урон и причем ты не забудь чтобы у танка у этого провокатора инициатива была быстрее и больше чем например у того же самого хила почему ребят потому что если например танк не успеет встать в провокацию а противник уже будет ходить поверь мне они не будут бить танк они будут бить самого слабого члена в твоей команде а самый слабый как говорится персонаж той команде это конечно же хилл мак баффер хотя криса брэдфорда если честно я не могу назвать ребята слабым баффером он хотя и идет по такой специализации да как баффер потому что у него есть массовый бафф на команду а потому что что кому достанется это уже другой разговор но он довольно самодостаточный персонаж он может сам за себя постоять да у него нет массовых атак мы это знаем но у него есть довольно неплохие пробивные удары тот же самый удар в живот до проникающий плюс кибодачи что там у него еще да там ну бафф естественно как же без него без баффа и по-моему у него есть помощь то есть если призывает какой-нибудь из наших персонажей на пассивке помощь крис брэдфорд может просто-напросто сделать ход не в свою очередь и соответственно тем самым добить противника то есть как бы ну круто на самом деле поэтому вот что взять по поводу ребята например того же самого змеи ковьёна да мне нравится что у него две массы в атаке одна атака понижает силу атаки врага другая просто наносит колоссальный урон но друзья мои опять же опять же минус он слабоватый это касается также и крысиного короля пускай у него даже одна атака мы знаем прекрасно да у него вызов крыс потом у него вызов одиночной крысы идет у него пощечина но он слабый он друзья мои слабый с двумя атаками у нас не очень много персонажей но отличительная черта это у нас у армагона у него есть валун у него есть ракеты также бы я наверное отличительную черту сделал бы наверное на кренге потому что у кренга есть луч у него есть тоже ракеты так и кто-то у нас еще ребята кто-то у нас по-моему еще имеет а ну вот у нас есть пиццелицы у него тоже две массовые атаки то есть у него есть плевок у него есть плюха ну и наверное наверное ребята все кстати по поводу баферов и дебаферов у нас очень крутой дебафер это друзья мои усаги ну просто к нему не придраться на самом деле с его постепенным уроном точнее он наносит урон и накладывает постепенный урон то есть он выкручивается из любой ситуации так же как в принципе и шреддер супер шреддер вот так скажем он тоже ребята довольно крут но усаги у него есть ребята месть не забывайте это когда он ее делает то есть если враг бьет кого-то он автоматически ребята делает контратаку то есть ну это классно это вообще круто так ну что берем армагона и у нас кстати друзья мои бойцы заканчиваются и мы с тобой кстати я прозевакал мы в лигу сегонов 3 звезды прошли уже или нет что-то я как-то прозевакал по-моему нет ребят по-моему только до или зашли уже нет ребят мы только до лиги сегонов 3 звездочки дошли и вот у нас 67 позиция то есть они мне уже дали намек на то что рей лига мастеров тебе сегодня не светит да в принципе я уже ребята и догадался уберем джастина возьмем кожи голову вот кожи голову ребята один наверное из лучших таунтов как по мне потому что он довольно крепкий он мне кажется даже будет круче чем рак зар и плюс у него есть массовая атака то есть мало у какого таунта стражника провокатора и есть массовая атака вот так вот так ну что друзья мои здесь мы с вами на арене отыграли что нам теперь делать нам теперь на 42 тысячи мутагена мы сейчас прокачиваем до нателло на следующий уровень так где у нас доня доня вот он заслуживает ребята 93 уровня это раз во вторых нам надо сейчас пройти серию испытаний это будет у нас два так возьмем здесь почему ребята берем централочку потому что ну здесь быстрее всего мы это пробежим ну сделаем это задание так что давай бросим бомбочку туда тут всего лишь одна волна поэтому она очень быстро проходится так у маузеров две атаки правда никакого толку они ей не сделали этим двумя атаками вот ракета ребята у армагона так плюс сюрикены минус . и добиваем до нателло все друзья вы все сами прекрасно видели все отлично получилось здесь мы про чапали остается только лишь забрать награды и пойти и пойти нам на а лапекс на сестричке лапекс нам надо найти ребята 8 пультов управления а нет это отслеживающее устройство до 8 но уже одну нашли получается 7 так ладно 7 нашли давай дальше продолжать искать прикинь вот это вот ребята вредители вот это вот просто вредители вообще не дает так это второе по моему да всего лишь 2 мне нужно 8 но это не судьба так это третье получается четвертое так пятая ребята 5 нашли дайте еще-то 3 так шестое седьмой так подождите я проверю что это точно да еще один и не хватило молодец не хватило как всегда я думал честно говоря что мы с тобой все успеем сегодня доделать но нет не тут-то было так ну что у нас на турнирной арене 50 ранка в лиге сегунов 3 звезды ну я тебе скажу что это круто ребята это завтра мы с тобой уже в лигу мастеров перейдем так что как говорится заходи и смотри и наслаждайся 15000 вот это кстати ребята не стоит того чтобы у рафаэля прокачивать ну не в данный момент вот у бакстер я бы прокачивал наверно скорее всего смертельную волну на седьмой но ты видишь она у нас прокачана а ракеты они того не стоят у маузеров все прокачаны у армагона сто процентов тоже все прокачаны ты даже к бабке не ходи так а у донателло вот у донателло ребята тоже можно было бы конечно до 7 нет вот этот вот вот этот вот удар можно было бы прокачать до седьмой ступени а у кранга а у кранга смотри здесь и здесь ребята офигеть кранг у нас самый такой прошаренный вот пиццелиться ему если вот этого ребята прокачать плюху я думаю он будет бомбить вообще божественно но это все у нас впереди ты прекрасно это понимаешь а на сегодня друзья мои мы будем наверное закругляться так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков спасибо